Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Не снимала я, а у нас так всего много интересного произошло. Посмотрите, какая груша красивая. Та, которая у нас была, цвела и под снег ушла цветущая. А потом смотрите, что происходит, видите? Ну-ка. Ой, нет, она еще такая тугая. Рвать ее, конечно, еще рано. Красота, правда? Пошли гулять. Сейчас покажу, что у нас нового. У нас привели в порядок, наконец, свой газон, потому что то, что было, показывать было страшно. Ой, это гортензия. Красота необыкновенная. Как быстро все разрастается. Смородина у нас полным ходом. Рвем, едим. Ой, красота. Ах, а это гортензия, которую мы пересаживали в самую жару. Все выросло. Видите? Все прижилось, все растет хорошо. Вот этот страшненький кустик, да, который вы видите, это барбарис. Надеюсь, что он отойдет. А не отойдет, я переживать сильно не буду. Но куст, конечно, был шикарный. Но пришлось его пересаживать. Так. Я в этом году даже сильно шланги не выносила. Ничего не поливаю. Вот так, по мере необходимости. Красота. Красота. Вот таких кинула, больших флангов. А маленькие поливалки даже не выносила. Так. Что еще? Пошли другую красоту покажу. Гортензию еще одну. Это флоксы. Вот она, какая красота. Тоже ничего не поливаю. Прям погода в этом году классная. Мне поливать даже ничего не нужно. Посмотрите, я даже не могу охватить эту всю красоту. Представляете, какая нереальная красота? Это вообще уже, наверное, выше. Это, наверное, почти... Ну, почти, наверное, уже 3 метра. Красота. Правда? Фотосессии здесь такие свадебные. Хорошо устраивать. Если кому надо, обращайтесь. Приезжайте. Ой. Отхожу, отхожу назад. А тут все... Оно никак не может войти. Все в кадр. Красота. И с этой стороны, да? Правда? А это немного другая уже. Видите, гортензия? Красота. Так. У нас рано, поэтому я... Я сильно, сильно громко говорить не хочется. Еще у нас, видите, какой дом построили? Я его, наверное, минут сорок собирала. Вот. Даже мебель туда поставила. Скамеечки. Смородина. Это уже красная. А еще у нас вот что появилось. Вот ради этого мы все пересаживали. Видите? Это называется счастливое детство. Вот. Так постепенно порядок наводим. Здесь тоже смородины много. Красная. Белая. Вон сколько ее висит много. Да, ну тут подъехала еще вторая бабушка. Я так думаю, что... Сбор урожая пойдет значительно быстрее. Голубика. Ну, ребята, правда, голубика немного подрывают. Но все равно не сильно они справляются с голубикой. Представляете, какое количество? А уже очень много оборвали. Голубики прям хорошо в этом году много. Вот. Гортензий. Я не могу. Прям такая красота. Ой. Так. Что у нас еще? Ну, вот здесь даже розочки выжили. Какие крупные. Ну-ка, пахните вы. Ой, какой запах нереальный. Ой, какая красота. Они еще и пахнут. Да. Вот эту гортензию я покупала самую первую. И она такая, знаете, я не знаю, ее может быть или подвязывать, или что нужно. Она бело-зелено-желтенькая. И вот у нее, видите, как вот так вот цветочки очень большие, они отваливаются. Наверное, ее нужно подвязывать. В отличие от вот этой гортензии. Так, идем дальше. Огурцы у нас здесь что-то потемнели все. Но, в принципе, меня все устраивает. Может быть, я потому что не закрывала. Не всегда я вспоминаю, что нужно закрывать. Но огурцы есть, висят. Я даже не переживаю. Петрушки много. Так. Ох, щавель опять шикарный. Нужно, наверное, варить щавеливающие. А еще, ребята, я посадила еще зеленого лука. Вот этого вот. Буквально две недели назад. И еще много насеяла укропа. Вроде казалось бы, все хорошо. Да? Ну, что-то в спину вступила. Я так усердствовала. Вот. Прям вот вступила. Прям, знаете, прям очень вступила. Мне мои домашние говорят. Сходи, массаж сделай. Я сделала. Стало хуже. Ха-ха-ха. Поэтому. А, что я вам хочу сказать, дорогие мои. Если у вас что-то вступило, не надо делать массажи. Я тут выяснила, что этого делать вообще нельзя было. Ну, в общем, помучилась. Еще я не могу сказать, что окончательно все прошло. Но не лежать, не спать, не сидеть, облокотившись спиной обо что-то я, конечно, не могла. Потому что у меня это прям вообще пипец был какой-то. Но сейчас уже вроде лучше. Ой, вот эту красоту, вот эту вот, я не знаю, я, наверное, делаю какой-то бордюр или что. Я все смотрю видео, и оно у нас, вот эта вот красота, так разрастается. Наверное, как-то надо это аккуратно, красиво подстричь. Ну, посмотрю. Не знаю, у меня еще пока мысли окончательные не родились. Но я думаю, что-то я здесь сотворю. Ну, что, идем дальше? Так, это калинка-малинка у нас тут, как всегда. А это калинка-малинка, по-моему. По-моему, эта калинка-малинка, которую мы сажали в том году, тоже все прижилось. Есть сухие ветки, но это... Можно все выстричь, да? Но что-то и пошло прекрасно. Гаджетов у меня много разных, поэтому я выстригу. Так. Виноград. Сильно я, конечно, ничего в этом году не жду. Я не подходила к винограду. Но, по крайней мере, он отошел. Я думала, что он вымерз. Сейчас нормальненько жить будет. Уголочек такой зеленый. Так. Это я не помню. По-моему, я вам в предыдущих видео показывала. Это мы батут тут тоже приставили. Так что у нас теперь еще и вот такой вот... И вот такой вот агрегат появился. Так. Вот мы с вами пришли до нашего киви, да? Киви очень много. Но пока все очень-очень еще будет расти и расти. Все очень пока дубовое. Киви у нас созревают обычно к сентябрю. Вот. Она не такое крупное, как обычно, да? И не волосатая совсем. Поэтому и есть можно вместе с кожурой. Вот видите, они какие. Видите? Ну, пока прям тугие. Но их много. Если посмотреть, их очень много. Если вы любите киви, то вам такое растение очень нужно. Актинидия, по-моему, называется. По-научному. Вот. Ну что, дорогие мои. Погуляли мы с вами с утра. Вот. Жарана у нас продолжается. И дожди тоже продолжаются. Это, в принципе, и хорошо. Я как-то даже рада этим дождям, потому что все поливается. Вот. Эта девушка смотрит на меня. Дина. Все на месте. Все здесь. Вот вернулись мы с вами на то же самое место, где и откуда начинали прогулку по саду. Ну что? Надеюсь, вам моя прогулка понравилась. Сад разросся очень сильно. Прямо такой, знаете, лес плодово-ягодный получился. Ну что? Всем хорошего дня. Всем мира, добра, любви. Всех целую, обнимаю. А пока Пока.